Большой привет всем зрителям, с вами Катархонт, это Харсуферн4 и мы продолжаем партию за коммунистическую Японию. Вместе с Советским Союзом и с Китаем под управлением Мао ведем этот мир к победе коммунизма. У нас с вами идет сейчас оборонительная война против американцев и мексиканцев, которые напали на нашего союзника в Америке. Мы активно держим оборону, сами в этот момент переводим свои войска, которые недавно боролись против фашистов. Здесь уже делаем высадку, захватываем Филиппины, потом будем потихонечку освобождать острова, двигаться к Гавайям и дальше нас с вами будет ждать высадка в Америку. Понятное дело, что Америка за это время укрепится, да и в целом Америка является грозным противником с неплохой промкой, но мы должны постараться и одержать победу. Я все же надеюсь, что и Советы и Китайцы нам с вами подсобят. Ну и вдобавок к этому мы продолжаем раскачиваться под Реофокусов, у нас с вами сейчас идет активное улучшение флота, дабы наши корабли смогли разгромить без проблем американцев. Ну а всем вам я желаю приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее, мы стартуем нашу операцию по возвращению сначала наших земель, а потом по придвижению в Америку. А вот и произошло то, о чем я и говорил, и то, чего я не хотел, чтобы произошло, но это произошло. Британцы с американцами объединились в один альянс, это было, конечно, ожидаемо, и это случилось. Все, теперь они в скором времени вступятся против нас в битву, этого уже не избежать. И не так уж и много времени прошло, как британцы тоже призваны в это противостояние. Ну и теперь начнется веселье на всех фронтах, как видите, здесь активно теперь идет сражение, все на всех. В этот момент, что у нас тут творится? Наши войска уже добираются до победной профки, Филиппины скоро капитулируем, чему нельзя не порадоваться. Ну и здесь флота не так уж и много, давайте, наверное, попытаемся высадиться, где тут наш флот великий. Готовы? Давайте сопровождение конвоев выставим, и наш с вами десяточка отплыла. Следом, я думаю, мы еще десяточку присоединим, я понимаю, что это перебор, конечно, но надо просто пробить этот участок, потом с этого двинемся сюда, все острова здесь пособираем. В Филиппинах же все далеко не так уж и гладко, здесь у нас с вами снабжения не хватает, естественно, пробиться в этот последний участок мы сейчас не можем, нам нужны здесь транспортные самолеты. Так, я тут, как вижу, у меня Сиам полностью готов к атаке, сюда много союзных войск пришло, поэтому давайте его призываем, пускай они тут поразвлекаются. Я надеюсь, уж они смогут справиться такой армадой. Здесь они тоже ворвались в Индию, здесь неплохо стоят, ну что ж, молодцы, я вас поздравляю, вы так-то уверенно идете вперед, и позиция демократов становится все хуже и хуже. Начинаем сразу же три высадки, везде по шесть дивизий, отправляем их на основные острова, правда один здесь останется, вот этот остров, но на него чуть попозже высадимся. Потихонечку начинаем очищать эти земли от влияния американцев, а в центральном регионе все у нас неплохо, здесь почему-то советам территорию передали, ну и неважно. Здесь, конечно, они немного укрепились, и нам, ну, чуть-чуть тяжело будет, спору нет. Сами все-таки понимаете, что американские дивизии способны... О, кстати, подлодку даже выбить. И еще конвой. Вот это мне нравится, как какие-то сто с небольшим... О, серьезно? Ну, удача. Он зачем-то сам меня атаковал. Вы понимаете, что после этого его ждет. Да, все, мы захватили здесь плацдармы, отлично. Теперь вражеская авиация здесь нормально не сможет действовать, ее уже тут нет, потому что все аэродромы наши. А здесь у меня снабжение потихонечку становится лучше, я нанимаю транспортные самолеты, и, как вы понимаете, в скором времени мы сможем отсюда атаковать. И, наконец-таки, я думаю, добить тысячу обороны. Вот это я понимаю бонусы. Одна дивизия Филиппин держится так, что даже если очень захочешь, против нее ничего не сделаешь. Но, благо, рядышком есть послабее дивизии, через них сейчас пробьемся. Я тут по ветке фокусов взял развитие искусства в Японии. У нас тут новая социалистическая Япония. Смотрите, приятные бонусы, какие мы имеем теперь общие от этой веточки. И мы закрыли еще одну подветку. Ну и теперь нам, на самом деле, можно бы уже взять, я думаю, решение на то, что мы с демократами боремся. Самое время. Мы здесь делаем минус две стапки этим двум великим демократам. Еще получим верфи и выпуск с верфей. Следом базы. Цели потом на решение. И мне интересно посмотреть, что здесь вот. Красная катана у нас какая-то операция. Давайте попытаемся ее реализовать. Ну а в Филиппинах, кстати, неплохо. Мы, наконец-таки, пробрались. И сейчас заберем последнюю победную территорию, после которой они должны капитулировать. Ну, понятное дело, если американцы перестанут туда-сюда бегать и мешаться здесь. Да, 13-20. Ну все, капитулируйте. Отлично. Минус дивизия. Ну, просто надо закрыть теперь оставшиеся американские, которые здесь есть. В Индии, кстати, тоже все неплохо. Наши войска продвигаются, при том я сюда свою армию привел. Она, конечно, очень сильно здесь страдает, но все равно идет вперед, помогая Китаю, чтобы его здесь в одиночку не оставлять. Ну и наши выставки, как видите, сюда готовятся, сюда, сюда. Потом следом пойдем еще, до Гавайев дойдем. Я не особо тороплюсь, так потихонечку аккуратненько движемся вперед. У нас тут несколько миссий пропущено, связанных как раз с нападением, да, на фашизм, скорее всего. Потому что их уже нет. Ну и давайте операцию в Центральной Америке продолжать. Здесь мы пытаемся поймать подлодки вражеские, но, к сожалению, нам ничего не светит. Мы их просто здесь понемножку гоняем и не более того. Так, у нас с вами тут вроде как выполнился фокус, но следующая миссия пропущена. Это немного грустная миссия. База в Чили, серьезно? Что за миссия такая интересная? А, операция Катана, это у нас атака защита против американцев. И всего-навсего на 50 дней. Но это явно не сейчас имеет смысл делать, а уже когда мы будем прям глубоко в Америке, тогда это сыграет роль. Сейчас просто от этого мало будет толку. Ну и да, у нас, если что, база есть, небольшая такая в Америке. Мы здесь влияние свое имеем. Нам как раз 50% нужно, чтобы поражать это решение. Но пока рановато нападать. И силы, кстати, если в Чили будет 35, то у нас в Чили, кстати, коммунизм пойдет расти активно. Не, ну попытаться можно, но я сомневаюсь, что Чили вообще на такое пойдет. Вряд ли мы сможем перебить, но давайте попытаемся. Операцию тоже такую сделаем. Распространим там коммунизм. Ну а по ветке фокусов нам пока недоступна победа над демократами. Мы с ними еще не разобрались. Давайте-ка вот здесь вот цели получим. Марионеток против Индонезии и Малая, а следом революцию в Радж. Ну, в Индии сделаем. Там тоже поддержка коммунизма, плюс 0,4. Им, конечно, недолго осталось, но пусть будет. Сейчас еще дождемся два дня, и у нас с вами высадка пойдет вот сюда, вот в Борнео. Ну, ресурсы никогда не бывают лишними. Не бывают лишними, поэтому отправили 11. И мы еще можем 11 здесь также отправить. Ну, или 10 давайте, не так уж и важно. Подождем вот сюда вот. Все прекрасно. Пытаемся захватить эту территорию, а потом дальше двинемся. Все-таки Индонезию надо сделать своей территорией родной. Я все же думал, что придется за порт бодаться, а нет. А, пришлось пободаться. Американцы резким образом откуда-то вылезли. Освобождение мы сделали. Ну, давай с Индией теперь поразвлекаемся. Влияние там окажем. Так, ну, вы в атаку. Вам тут выбора особого большого нет. Вопрос у меня, что вот здесь вот будет. А, ну, также свободно. Прекрасно. Здесь у нас, кстати, французская коммуна высадилась. Ну, красиво. А в Америке за это время нам удалось немножко перерезать врага. Давайте, наверное, завершим эту операцию. А Радж в декабре 42-го капитулировал. Мы, конечно, продолжим там коммунизм поддерживать. На будущее все-таки пригодится. Ну, а здесь красиво. Несколько дивизий сейчас изничтожим в котлах. Ну, и Китай здесь просто мощь. Забрал под свой контроль всю Индию. У нас вклад постепенно уменьшается. И уменьшается в это противостояние. Связано это с тем, что мы не особо-то сильно атакуем. И авиации я не сильно действую. У меня все-таки нет такой авиации, как у Советов. Но меня больше не радует, что, серьезно, британцы смогли высадиться. Не смешите меня, пожалуйста. О, да. Ну, ладно. Как есть. Американцы... 100 дивизий осталось. Они, видимо, их очень сильно где-то распределили. Потому что, ну, дивизий у них мало. Часть, конечно, они потеряли. Но все-таки как-то уж слишком много потерь. Ладно, здесь мы с вами закрыли. Также моя девятка сейчас плавет. Здесь тоже подсобить. Получаем, сейчас эти острова мы тоже прикроем. Давайте попытаемся здесь небольшую атаку провести. Ну и, кстати, небольшую атаку. Вы посмотрите, как хорошо наши здесь пошли. Я просто здесь немножко еще авиацию нагнал. Ну, что у меня есть. Конечно, они сейчас ее быстро перебьют. Но часть территории мы сейчас сможем под себя подмять, если что. Притом сейчас еще танки задействовал. Ну и с помощью танков здесь мы себя неплохо покажем. Нам главное просто начало прорвать. А дальше, может быть, у нас все успехи ждут. О, кстати, вражеские танки высадились. Серьезно? Эм, ну ладно. Как скажете, американский танк здесь просто погибнет. Если что, то наши войска продолжают шествие по Мексике. Мы через узкий участок здесь смогли пробиться. Ну, нормально так-то, знаете ли. Неплохо. Притом на автоплане они продолжают идти. Здесь по большей части мексиканские дивизии, поэтому все так неплохо. Американцы, конечно, есть, но их мало. Притом здесь уже есть хотя бы маломальские дороги. Мне каждый раз достраивать их не надо. На том спасибо. Ну и такими темпами, если мы сможем капнуть Мексику, то дальше как бы будет проще. А то просто один на один с американцами придется бодаться. Надеюсь, мы сможем до этого дойти. Ну а за это время мы тут чуть-чуть территорию почистили с вами. Здесь почти разобрались. Умагаем нашим союзникам освобождать индонезийских работников, чтобы они наконец-то ощутили свободу. Ну и так, островки в основном. Здесь, кстати, тоже можно скоро времени высадку попытаться сделать. Но я думаю, мы британцев на закусочку с вами оставим. Сначала с американцами попытаемся разобраться. Февраль 43-го начинаются уже бои за столицу Мексики. Мы их, кстати, ну, неплохо так ведем. Конечно, прямо сейчас не выиграем. Но постепенно наши войска раз за разом атакуют. И все, откинули. Прекрасно, здесь мы тоже сейчас танками прорываемся. Какое же хорошее наступление. Притом, наконец-то, падение британской Малайи. Сингапур под контролем нашего с вами вассала. Ну и здесь все так красиво выглядит. Можно, конечно, до конца еще капитулировать Индонезию. Но я не думаю, что в этом есть большой смысл. Я думаю, освободившиеся войска сейчас можно вернуть в Европу. У нас тут вот без дела 30 дивизий стоит. И попытаться ими высадиться и закрепиться потом в Британии. Наконец-то, доступное решение. На Чили давайте-ка повлияем. За один день на них повесим влияние коммунизма. Активно будем поднимать рабочих. Посмотрим, что нас будет в итоге ждать. Успеем ли мы это реализовать. Ну и план на американцев до сих пор есть. Но я его не активирую, как я говорил ранее. Мы просто продолжаем пока двигаться вперед. И давайте, кстати, цель уже досюда. Тут особого сопротивления нет. Поэтому вперед, 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 ребятки. Я вас верю. Давите мексиканцев. Вы это сможете. Ну а мы с вами весь свой флот опять объединяем. Уже 200 с лишним кораблей. Благодаря подлодочкам подросло количество. И можем начать высадки. Ура! И я не думаю, что здесь особое укрепление будет. Нет, конечно, скорее всего, может быть, где-то и будет дивизия. Но, скорее всего, даже не на всех островах. И даже если они есть, то это одна дивизия. Ну-ка, где у нас эти 24 дивизии? Вот здесь вот. Давайте-ка вынжу на атаку. Чтобы вообще без проблем. Ну, с такой-то атакой. Ух! Еще и с поддержкой флота. Не, у американцев шансов нет. Притом мне нравится, что здесь китайцы так свободно плавают. Их никто не ловит. Ничего, никаких проблем. Все, шестерка высадилась. Давайте теперь дальнейшую цель. Наверное, не знаю, вот эту область зачищать. Здесь слишком много мелких островов. Давайте сразу же сюда вот. Немножко нас здесь попытались половить. Целых три конвоя потопили. Но для нас это с вами не проблема. В Мексике же вы посмотрите уже, как далеко наши войска прорвались. Ну, что мы тут видим? Мои танки залетели куда надо. Уже забрали здесь плацдарм в Техасе. Продолжая дальше атаковать. Ну, и против моих танков он особо, конечно, ничего уже сделать не может. Они, конечно, еще не до конца здесь оснастились. Но все же. Это те самые сорокетки, шаблоны, которые мне давали. Я просто переделал наши легкие танки в них. Ну, и мы немножко здесь развлекаемся. Американцев двигаем. Пытается меня атаковать. Удача. Единственное, что надо сейчас сделать, это немножко ужать вот эту вот линию фронта. Чтоб они не отвлекались на разборке именно с американцами. И уже добили именно Мексику. Которая, кстати, осталось 3%. И у меня вот вопрос. Нигде рядышком нет победных территорий. Нам придется вот до сюда бежать. Ну да, Мексика будет держаться до конца. Здесь ничего не скажешь. Давайте получим еще одного оперативника. По ресурсам у нас уже все есть. Все в достатке. Можем не переживать за них. Единственное, за что я сейчас переживаю, чтобы быстрее с Мексикой разобраться. Все-таки, ну, 40 дивизий почти, сами понимаете. Слишком много. Надо бы их уменьшить количество. И у меня тут тридцатка плывет. Я не знаю, сможем ли мы доплыть. Может быть, нас по дороге подобьют. Но, понадеюсь, на успех. Ну и давайте, давайте. Гавайи, наконец-таки, станут нашими. Я думаю, это будет весомый такой удар по американцам. Меня, конечно, больше радует, что здесь китайцы так спокойно плавают. Типа, а? Че? Ты без проблем. А, там никого нет. Я понял. А мне вообще интересно, где у них в 136 войс, кстати? У британцев уменьшить. У них потери уже, видишь, под миллионы. Ух. Они все-таки, видимо, в боях очень много потеряли. В том числе в Индии, скорее всего. Ну и все. Мы как бы заняли Гавайи. Поздравьте нас. Так, немножко невзначай. Залетели в Гавайи. И теперь из Гавайи можно вполне себе удар под Сан-Франциско делать. У меня здесь вопрос. Раз, два, три. У-у-у. А здесь как бы вообще проблем нет. Пёрл-Харбор. Да-да-да. Мы забрали эти земли. При дивизии, конечно, это небольшой удар для противника. И больше меня, конечно, не радует, что здесь горы, через которые тяжело двигаться. У нас очень быстро организация у дивизии, к сожалению, теряется. Но пехота, смотри, как себя хорошо показывает. Под 300 атака. Ну, здесь планирование просто скопилось, и все. К сожалению, он не дает здесь нам пробиться. Ну, ладно. Так уж и быть. Атакуем в другом направлении. Нам-то что-то переживать. А пока я тут любовался, наша тридцатка уже прибыла. Ну, все как бы. Ваши дни уже потихонечку сочтены, если что. Вы ведь понимаете, да, что вас теперь ждет? Скоро мы просто спокойненько высадимся. Ну, и здесь, кстати, снабжения нет. Как бы это грустно не звучало, но главное в Центральной Америке все с ним хорошо. И, вау, контратака на нас. А, подожди, они смогли все-таки в итоге? Серьезно, они все-таки справились? Да. Я не верил, не гадал, а они смогли это сделать. Красавцы. А здесь я уже как-то перестал особо зачищать территорию. Смысла в этом сильного такого нет. Советы здесь продолжают в Ирландии бодаться. Но лучше бы они, честно говоря, сюда войска привели. Хотя, подожди, приводят. О, спасибо. Притом тут мои войска пришли, и вы посмотрите просто, как они рвут. Атака в 200. Если что, шаблон остался все тот же самый. Очень странно, и здесь даже ПВОшки нет, с учетом того, что мы без воздуха воюем. Наверное, стоит бы это дело исправить. Но вопрос, хватит ли мне ПВО на все это добро. А, да, хватит. Давайте. Просто с ПВО явно будет поинтереснее. Еще есть, конечно, компания логистики. Ракеты, кстати, есть. Но ракеты я не производил. Вот логистику можно запилить. Но я думаю, снабжения нам и так хватает. Поэтому справимся без доп. снабжения. Хьюстон взят. У американцев явно проблемы теперь после такого. Ну и они рано или поздно должны вот здесь вот. А, подожди, нам все равно показывают, что можем пробить. Ну давай попытаемся. Танчиками тоже подсобим. Отлично. Если можем сейчас здесь пробить, это будет хорошей новостью. И, наверное, здесь где-то еще где-то войска свободные есть. А, нет. Нет, нет, нет свободных войск. Ладно, давай тогда просто 24 дивизии, которые у нас есть, выпустим. И также отправим их в Америку. У меня теперь вопрос, что раньше будет? Высадка вот здесь готова. А, они уже готовы плыть. 10 дивизий, конечно. Я сомневаюсь, что их хватит. Вот в чем проблема. Наверное, стоило бы сюда побольше дивизий отправить. Ну ладно, раз 10, так 10. Давай десятку попытаемся сопроводить. Я уж переживал. Не, все нормально. Нам хватает возможности. 46 кораблей всего. Я очень удивлен, где вражеский флот нормальный. Мы же с нами вроде проверяли, у них там по 300 кораблей. Ну да, 307 кораблей. Странно они себя ведут. Ну ладно. А, че, серьезно? А где отправка? А, только четверка отправилась. А почему только четверка? Подожди. Че за юмор? Давай еще. Во! Ну десятка хотя бы хоть как-то звучит. А то 4 дивизии. Мне кажется, они даже не почувствуют такую атаку. Ой, здесь какая красота. Посмотрите-ка, как идут. Хорошо. Сейчас еще пробьют наконец вот эту победную территорию. Минус тогда мексиканские дивизии. Ну-ка. Ну-ка. Давай-ка. Отлично. Отлично. Минус мексиканские дивизии. У нас тут теперь, смотри, возможность какая пробиться. Вперед. Здесь давайте разбираемся с этими дивизиями. Ну и красиво. Нам теперь только американцев задушить. Как по мне, у американцев здесь уже нет никаких шансов. У них и войск маловато. Да и при том уже широкие границы. Здесь, конечно, они делают какие-то высадки. И, может быть, подпортят снабжение. Но я надеюсь, что смогут сдержать их несколько танчиков. Я уж просто в это верю. А то, знаешь, будет обидно, что эти несколько танчиков сейчас решат всю судьбу. И смогут капитулировать страну, которую мы так долго спасали. Ой, кстати. Я чуть не пропустил момент высадки. Мы же Сан-Франциско взяли, ребятки. Да, я чуть не подзабыл об этом. Сан-Франциско наш. Здесь тоже давайте вперед. Ну так-то неплохо. Мы здесь дарили. Сейчас заставили их явно отвлечься. Тут уже последние денечки остаются. И, наверное, давайте наш флот уже отводить. А то он сейчас весь здесь сгинет. Я этого не очень хочу допускать. Отменяемся операции. Ну и идите на ремонт. Флот наш, когда восстановится, мы его отведем сюда. Здесь не так уж и много вражеского флота. А, кстати, знаешь, не так уж и много вражеского флота. У нас же тут где-то авиация до этого действовала. Вот здесь вот. Давайте всю эту авиацию сейчас с вами сведем. Здесь немного морских бомбардировщиков есть. Я, конечно, понимаю, что это не идеальные бомбардировщики. А так мелочь небольшая. Но все же попытаемся здесь потопить вражеский флот. Выпустим еще соточку. Но все равно они у нас без дела висят. А здесь хоть немного подсобят. Бои за Лос-Анджелес, посмотрите-ка. Притом мы сейчас уже просто объединимся с этой армией со всех сторон. А то мы ее переключим тоже к этой пятерке. Ну давайте соединяйтесь уже через Лос-Анджелес. А, он решил вот так вот сделать. Ну давай поможем с этой стороны. Отлично. Лос-Анджелес наш. Ну и теперь, я думаю, можно переиграть. Вот сюда вот вас отправить. Эта тридцаточка у нас вот здесь у тебя пока сюда. Ну и все. Сейчас расширим здесь линию фронта. Мы так-то неплохо уже на этом побережье отобрали городов. Ну давайте, присоединяйтесь. Отлично. Там у Америки уже, наверное, где-то половина. А, нет, всего четверть сбавлено. А, ну логично, мы же еще до этого побережья с вами не добрались. Мы всего-то тут парочку таких вот прям победных-победных взяли. Нам еще предстоит немало всего сделать. А у нас, кстати, открылось решение. Я раньше об этом не показывал. Мы можем за фабрики получать фабрику вне карты. И мы можем их максимум сделать 20 всего из-за патчи пароходов. И чеки для строительства нам это дает. Не, ну давай. Я что, против что ли? Давай фабрики потратим. Ну и, наверное, можно применить бонус против американцев на 50 дней. Я не думаю, что, конечно, это прямо сейчас стоило бы делать, с учетом того, что у нас не все войска прибыли. Но давайте реализуем. Просто если мы еще позже это сделаем, то тогда вообще от этого смысла не будет. Сейчас хоть какой-то толк есть. Ну, посмотрите, здесь пустые границы. Эээ, где тут американцы-то? 170 дивизий вроде бы наклепали. Ну, что-то как-то я их не вижу. Войска есть, но вроде как и нет. И давайте, кстати, нашу авиацию, которая здесь есть, прикрепим. Пускай немного на фронте где-нибудь помогут. Ну, а так, это полномасштабное вторжение. И единственный вопрос, что у нас тут? О, рак, смотри, сколько здесь. Неплохо, неплохо. Все-таки нашу авиацию душат. Ладно, тогда прекратим. Пускай немножко успокоится. По дорожке здесь немножко развлекаемся. Я думаю, мы сможем котел даже сделать. А то я что-то как-то смотрю. Так пустенько, так хорошо. Давайте сделаем котел. Ого, красиво. И наши танки сразу такие, давайте подсобим. Давай. Я не откажусь. Ну и по капитуляции вы понимаете, что еще долго-долго-долго, потому что побережье здесь не затронули. Но все же, несмотря даже на отсутствие полного контроля, мы движемся вперед. Вот у нас танки-амфибия здесь открылись по фокусу. Ну и давайте массовую продукцию, скорость получим исследований и удешевление на 5% производства танков. Самое важное, мы потом сможем вот этот вот бонус получить. Еще дешевле у нас производство танков, да и танковые дивизии станут лучше. Просто у нас здесь танковые дивизии немножко на прорыв идут. Я их решил пустить вперед, чисто к Вашингтону. И благодаря, кстати, этому вторжению мой вклад уже 45%. Пишет 44, но почему-то наводишь 45. Очень странно выглядит, но да ладно. Даже несмотря на то, что я вроде бы под Центральную Америку все это отдаю, но оккупация мне засчитывается, так что не переживайте. Ну и мой флот по большей части уже прибыл. Сейчас еще дождемся остаточки. И начнем битву в Суэцком канале. Да, наши 30 дивизий здесь как бы готовы, поэтому сможем их в будущем высадить. Единственная моя надежда, что мой флот сейчас восстановится. Его тут немножко повредили. Организацию сейчас подкопят. И попытаемся вдарить. Конечно, 30 дивизий мало, но я понадеюсь, что там дивизии Совета все-таки должны быть. Британцев рядом. Французов много. Подсобят уж, в случае чего. Ну и кто-то цель против нас делает. А, американцы? Ну, удачи! Они уже и так с нами воюют, но все равно делают цель. Боюсь, имеет цель, не имеет цель, но при вашем положении уже вам ничего не светит. Давайте начнем операцию. Пускай она, может быть, будет не очень успешной, но мы ее сделаем. И серьезно... А, мои войска просто еще не переправились туда. Ну-ка, все! Зелено, хотел сказать. Нет, быстренько перебили. Ну-ка, кораблики, все зелено, да. Поэтому давайте, 16 отсюда. Сразу же минус и 14 отсюда. Тоже вперед. Вперед, вперед, вперед. Пока здесь еще враг сильно нас не начал давить авиацией. Ух, ух. Все-таки начинает понемножечку давить. Вы посмотрите, какая оборона в Дувре. Я сейчас боюсь, что моя тридцатка здесь может и отлететь. Но я верю в них. Давайте. Красавцы мои. Высаживайтесь в атаку сразу же. Здесь к Лондону давайте. А, ну смотри, как хорошо атакуем. Я думаю, сейчас еще вот так вот отсюда проатакуем. И вообще шансов не будет. Притом приятно, что Дувр вроде как защищен. А вот здесь вот в Портмунте ничего нет. А зачем, да? Ну-ка, сдерживать. Он тут просто высадки планировал. Напланировал, я вам скажу. Напланировал. Теперь ему ничего не светит. Наконец-таки здесь тоже Портмунт взяли. Ну все, здесь есть снабжение. Ну и давайте тогда в Лондон. Вся наши войска отправим сейчас на линию атаки. И давай вперед. Будет весело, если мы британцев сейчас даже капнем раньше, чем разберемся с американцами, которых уже так-то давно подпилили. Отлично, отлично, отлично. Ну и наш флот, пожалуй, отдыхай. А то тут уже начали его подтапливать вражеские истребители. Надо поаккуратнее себя вести. Давай забираем здесь территорию. Авиацию минус вражескую. Лондон, кстати, уже наш. Ну, по-моему, это не очень приятные деньки, да? Настали для британцев. А здесь, кстати, что? Мои танки немножко растянулись. Так что давайте сюда сначала. А потом Вашингтон, Филадельфия, Нью-Йорк. Чисто так по победным территориям. Здесь у нас, отлично, вышло занять все территории. Давай одну дивизию оставим. Ну и так-то все. Это уже почти победа. Половина тут, половина тут. У них вроде еще 300 дивизий остается, но на нашей стороне 1000. Притом здесь, видимо, британские дивизии. Вот здесь вот еще британские дивизии. Да, во, где основная масса британских дивизий, кстати, находится. Американцев, кстати, вот где они свои дивизии теряли, ясно. Ну, знаете, с одной стороны защита Африки нужна, а с другой стороны такой, думаю, что лучше ее сдать. Но защитить свои плацдармы, чем вот то, что они творят. Кстати, мы так-то немало сейчас, получается, британского флота потопили. А, 340 так же нет. Толку особого нет. У них почти весь флот так и остался. Так, чуть-чуть потревожили. Здесь даже котелы сделали. Ну и получается, что еще немножечко нам здесь до Ливерпуля дойти, до Манчестера. Еще немножко территории, и британцы падут. Американцы, скорее всего, да, дольше продержатся. Хотя мы тут уже к Вашингтону бежим. Здесь наши войска пытаются... Ну, здесь, скорее всего, их не... А, подожди, вот здесь вот, да, 10 победных очков. Не знаю, нужно ли будет. Понадеюсь, что хватит Вашингтона. И, кстати, тут же Чикаго есть. Давайте-ка в Чикаго. Здесь победных очков немало. Здесь давайте залетайте сюда на пятерочку. Здесь тоже прикрывают. Ну и уже бои, да. За Вашингтон пошли, смотрите. Не, ну наши танки ты не пробьешь. Не, даже не надейся. Эти красавцы тебя сломают. Все. Да-ла-ма-ли. А Вашингтон наш. Британцы уже, кстати, все, 1%. Ну давайте, бриты, капитулируйте. Сейчас еще одну территорию, а массовое производство началось. Ну и давай бонусы на моторизацию, которые уже как бы даже роли играть не будут, потому что... Бамс. Зачем нам уже особо моторизация, когда почти все выиграно. И получается только Америку добить. Чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Танки продолжают идти вперед. Филадельфия, Нью-Йорк. Я думаю, после этого будет все. Конец. Здесь, конечно, еще есть Детройт в 20 очков. Не знаю, понадобится ли он. Но даже если понадобится, я думаю, если что, заберем. Просто придется чуть побольше времени потратить на это дело. Открываем самые улучшенные высадки. Правда, нам высадки уже не понадобятся, но пусть будут. Ну и остается 13%. Хм. Хороший вопрос. Хватит или нет? Танк здесь оставим на всякий случай. А то мало ли он попытается забрать. Филадельфию. Не очень бы этого хотелось допускать. Ого. Мою одну танковую дивизию. Какое-то время сдерживал, но все четыре не... Это просто без шансов. Тоже забрали Нью-Йорк. И у штатов еще 5%. Ну, здесь Бостон есть. Поэтому давайте в Бостон. Столица переехала в Детройт. До которого, конечно же, бодаться еще очень долго. Я понадеюсь, что нам каких-нибудь мелких... А, вот здесь вот, кстати, 10 победных очков еще есть. Отлично. Так что, я думаю, нам хватит. Просто, знаешь, такие вперед рвемся, оставляем здесь, ну, прям вот такие чуть-чуть-чуть-чуть-чуть отголосочки. Кстати. Пытается прикрыть? Нет. Не дамся. Ну и здесь остается... А, все. 3%. Ну, сейчас, да, Бостон, если заберем. А мы его, как бы, без проблем забираем. И это финалочка. 21 октября 43-го. Да, капитуляция ведь? Капитуляция? Да, капитуляция. И у нас с вами 3,5 тысячи очков. Ну, давайте мириться. Ну и все. Это официальный мир, который мы с вами сделали по рамкам игры. Без всякого вмешательства. Давайте его заценим. Я действовал по пути освобождения народов. То есть, как можно больше вассалов. Ничего особо под себя не забирал. Все-таки мы с вами коммунистов отыграем. Поэтому Канада наш вассал. Америка наш вассал. Здесь у нас Мексиканская Советская Республика под управлением Китаем. Я, в принципе, не против. Советы в Аляску себе вернули. Ну, ладно, пусть будет так. Здесь мне очень странным показалось, что сюда влез Китай. Именно в эту территорию. Больше он ничего не хотел забирать. Я ему хотел вот эту вот землю оставить. Вроде бы у него потом по фокусам претензия на нее будет. Но он не захотел. Поэтому, ладно, у нас Японская Индия. Японская здесь Индонезия. Малая, Филиппины. Также Австралия, Новая Зеландия. Я забрал именно те территории, которые как бы логичны, что в мою сферу влияния будут уходить. Не стал лезть в Африку. Где оставил все это на откорм союзникам. Единственное, я Британию здесь завасалил. Но и то, видите, как аккуратно я ее сделал. Здесь у нас Шотландия, которую успели забрать под себя. Китайцы здесь тоже. Вассал под Китаем. Здесь Вассал. Северная Ирландия. Отдельно обычная Ирландия. Единственное, мне не понравилось, что Советы вот сюда вот влезли, а не Канаде это оставили. Зачем? Ну, не понимаю, но да ладно. Ну, здесь ладно, еще логично. Они сделали вассалами Канаду, но опять же забрали вот эту территорию. Ну, неужели нельзя было Центральной Америке отдать? Она все-таки так старалась, а ей даже ничего в награду не дали. Как-то грустненько. В Африке они вроде попилили, но где-то хорошо, где-то плохо. Больше, конечно, все не радует то, что французская коммуна единым островком сидит. Из нее можно было бы много интересных вассалов наделать. А так, это победа коммунизма. Если вам хочется увидеть более приятные границы, то пишите. Я тогда чуть позже просто не роликом, а отдельным скрином в посте в сообществе сделаю и подправлю. Если прям кому-то хочется атак, это финал, это победа коммунизма официально. Вы посмотрите просто на эту территорию. Сколько земель именно под коммунизмом. Ни одного альянса больше не осталось, который будет против нас стоять. Мелкие страны остались, но вы понимаете, что их захват это просто дело времени. Так что здесь уже проблем не будет. По три уже фокусов мы основные события заценили. Посмотрели на самое главное. Здесь еще остались, конечно, некоторые решения. Например, окончательный парад. Победы против демократии. Но мы, к сожалению, вовремя фашистов не взяли. Поэтому теперь эта подветка недоступна. И мы не сможем ее реализовать. Притом меня так радует, что британцы нас гарантируют. Американцы нас гарантируют. А мы что, такая слабая страна, что ли, что нас даже нашего сала теперь градит? Ну да ладно. В общем, мы в единомое объединение теперь вошли. И три великие коммунистические страны. Три вождя. В общем, два вождя и наш комитет правят этим миром. Что же его ждет дальше? Это большой-большой секрет. Который останется в фантазиях каждого из вас. Может быть, кто-то даже фанфик своеобразный напишет. Как в итоге дальше будет развиваться этот мир. Ну а всем вам спасибо за просмотр. Надеюсь, поддержите ролик своими лайками и комментами. Не думаю, что есть смысл добивать все фокусы. Потому что здесь у нас с вами осталось просто развитие. Этот, если что, подвязочка, если мы капитулируем вдруг. Единственное, что мы не освободили Корею. И не до конца добили эту ветку. Но я не знаю. Вот этот фокус невозможен почему-то. Хотя мы с демократами. Когда воевали, он тоже был недоступен. Когда мы победили, тоже недоступен. А фашисты вообще закрыты. Ну так, в идеале мы бы просто смогли здесь получить кучу бонусов. При том, на всех коммунистов. Что звучит приятно. Ну ладно. Модик неплохой. Ссылку на него вы найдете в описании. Ну а всем вам. До скорых встреч в новых видео.